Всем привет! Вот в таких дорожных условиях начинаю влог с подготовкой к свадьбе. Будем искать, подбирать мне свадебное платье. Поскольку свадьба у нас будет в жаркой стране, у моря, на пляже, естественно, мне не нужно чересчур пышное платье огромное, иначе оно будет занимать весь чемодан, а так как предстоит еще отдыхать, мне много всего нужно везти. Но я хочу его длинным в виде шелка, что-то атласное. Нужна зона декольте, разрез по ноге. Пока представляется что-то такое, но посмотрим. Естественно, я посмотрела на 2023 год актуальные свадебные модели, но много что актуально. И кружево, хотя я думала, что кружево это уже далеко в прошлом. Хочется что-то не супер скромное, со вкусом и такое торжественное, но чтобы это подошло для жаркой страны, естественно, без длинного рукава. Пойдемте искать. Так, вот смотрите, я уже нюрюсь, сейчас третья платьица. Чашечки более-менее, но даже если чашечки не подходят, можно все это ушить. Более-менее воздушный вариант. И хочется мне, чтобы на плечах что-то было, потому что ощущение, что чего-то не хватает. Хотя, может быть, это ощущение сейчас, а потом там, когда тепло и жарко, может быть, и наоборот ничего не нужно. Ну, а если вот делать вот такие дополнительные штучки, чтобы они вроде как рукава были, тоже дополнительно в районе полторы тысячи. Или это сама ткань? Нет, сработает. Сработает. Но их я могу тоже отстегнуть там, мне обязательно? Да, это наклёпочка будет. В принципе, да. Это как раз вариант, один из трендов, кстати, 23-го года, когда можно трансформировать немного платья. Почему нет? И вот здесь вот жемчуг. У меня как раз есть уже все, аксессуары из жемчуга. И мне кажется, можно даже уже не заморачиваться было бы на аксессуарах. Так, 18 тысяч, да, платье? Это уже со всеми скидками или еще? Пышные декольте. Но здесь нужно убирать вот эти чашки. Хотелось бы сразу, чтобы без лишних доработок. Эта модель стоит 25 тысяч рублей. Очень приятная цена, 15 с половиной тысяч. Здесь нужно будет мне, если что, доработать, чашечки с push-up сделать. Здесь у нас кармашки идут по бокам. Вырез модненький для фотографии красивый. Зона декольте. Вообще, в целом, неплохо. Изначально я искала что-то подобное. И сзади у нас корсет. Там корсетная лента будет другая. 17 тысяч. Я с каждым платьем влюбляюсь все больше и больше. Тоже разрез, круизный вариант. Как раз хорошо подходит для моря, для пляжа. Вот эти валаны можно вообще убрать. И если что, я еще, может быть, подумаю. Просто здесь тканевый рукавчик чуть-чуть сделать, поменять. Но мне нравится здесь талия очерчена. Хорошо. И корсет тоже сел хорошо. И видите, вот как-то все сзади по попе. Все прекрасненько. Ничего лишнего нет. А еще здесь длина. Длина очень хорошая. Смотрите, я просто встаю на носочек и все. Мне нравится. Можно просто полурукавчик такой сделать. Ну, не прямо из этой ткани будет ткань, как здесь. Когда на вешалке увидела, думала, нет, это точно нет. Сейчас померила. Тоже очень необычно смотрится. 36 тысяч. И со скидкой выйдет 27. Длину нужно будет, если что, убирать. Здесь вот такая сеточка. Единственное, что переживать буду за все вот эти вкрапления. И когда спинку, например, лопаточки сгибаю, чуть-чуть там сеточка, видите, нужно ее немного подшить. Но сзади еще шлиф. Посмотрите, какой. Лучше, наверное, остановиться на предыдущем варианте. Мне все это уберут, чтобы грудь села хорошо. Но все равно предыдущие модели мне уже нравятся лучше. Смотрите, какое дизайнерское платье. От Кузнецовой, да? Да. Платье. И мне вот эти все вышивки напоминают все, как раньше было. Но сейчас это все опять модно, актуально. Но пока я не созрела, видимо. Объективно не затужил он меня, да? Как вот на предыдущих я вам фотографии показала. Я сейчас просто ослаблю. Так-то это можно? 30-40 тысяч, да? Платье. И здесь еще вот эти чашечка тоже мне... Все равно нет, не по мне. С ним много надо дорабатывать. Тоже непонятно как-то немного у меня с корсетом здесь. Хотя уже лучше, чем на предыдущих. Но здесь тоже много недоработок. Нужно будет и чашечки подгонять. Видите, там кусочек вот этой вот, ну как бы на фату или куда-то. Платье нужно будет тоже в длину убирать. Первое платье здесь, которое более-менее село. Туда нужно будет корсет мне. Но я очень переживаю с такими моделями, потому что я приеду, успею еще отъесться. И вдруг я там не влезу. Если вы поедитесь, здесь видите, есть продуманная складочка. Да, как раз для животика, да? 39 и со скидочкой сколько нам в районе? Скидку уже нужно будет звонить. Какая-то новая модель. Пока себя не вижу в ней вообще, но все равно запишу, чтобы вдруг я другим взглядом посмотрю на эту модель. Мне напоминает даже не Жасмин, не пойму, но что-то из мультиков. По цене непонятно пока у нас, да? Ну все, наверное, в районе так же, да? 30. Вот все-таки с корсетом у меня здесь не лады. Нужно подменять здесь либо вот эту чашечку как-то убирать, вот когда ее вот так вот натянуть. Либо пушап, да. Что-то еще нужно здесь. Да, интересно. Со спущенными, мне кажется, рукавами даже поинтереснее. Лямочки можно убрать, все равно никуда не денется. Все здесь. Модель именно, знаете, такая, на эксклюзиве, на которой вообще нет. Ну что, у нас с вами сегодня второй день похода по магазинам. Пока я определилась на одной модели из всех предыдущих трех салонов, который с корсетом, облегающий, длинный с разрезом. Вторая попытка, идем примеряться. Смотрите, какая у нас погода шла. У вас надо, скорее всего, по типу балеток что-то будет. Никаких не балеток, босиком. А, даже так? Да, ну я там буду украшения просто на ножки. Графин, если вам уши, давайте. Так, вот это платье. Здесь пояс можно быть и широкий, но мне кажется, лучше, когда поуже. Сзади бант, модный элемент в двадцать третьем году. И что еще? И здесь, если что, нужно будет ушивать. Потому что они, по мне, очень тяжелые, что, конечно, минус с одной стороны. Так, в районе тридцати тысяч платится. Сколько цена? Оно где-то около тридцать пяти, ну, двадцать восемь. Это один двадцать семь пятьсот даже вот так вот с нашей переделкой. Вот что-то, смотрите, заходит. Чашечки вот, ну, в целом, их даже можно не делать, да? Видно, что чуть-чуть они мне большеваты, да? Нет, они у вас не большеваты. Сейчас покажу. В общем, я объездила три салона и даже не снимала ничего, потому что ничего мне особо не понравилось. И зато я нашла еще один салон, где есть то платье, на котором я сейчас определилась. Правда, цена на него дороже — девятнадцать тысяч. Но, как я сказала, что в том магазине семнадцать сумм. Они сказали, что тоже мне сделают ее. И, в общем, решили, если я определюсь на той модели, я с ними еще договорюсь и насчет скидочек. А пока, может быть, еще успею в один логотип. Платье мне в целом понравилось. Пышность излишняя уйдет, когда длину уберут. Вот шлейф, но это платье нужно еще подшивать под меня, потому что немного здесь мне мало. И нужно скорректировать под мою фигуру. Есть разрез для фотографий. Декольте вроде бы неплохо. Вот такой интересный вариант. Скромный и со вкусом. Здесь можно сделать разрез. Боланы мы убрали, потому что их не хочется. Сзади корсет. И здесь можно сделать также из ткани. И цена 12500. Это плюс еще вдруг вы еще какую-нибудь скидочку сделаете, да? Да? Это же максимальная скидка. Вот, но в целом, по-моему, как вариант, можно рассмотреть. Такая модель. 15000 рублей. Здесь, видите, все блестит. Интересно, как оно будет на пляже и на море. Сзади корсет. Ну что, муки выбора закончены. Я сейчас еду выкупать свое свадебное платье. Сейчас там будет уже модельер. Будем подгибать длину, выбирать ленточку, какую лучше сзади. Думать, будем ли какие-то еще нарукавнички делать или нет. Нет, выбираю в жених и невеста на Гончарова. Вот я обошла, наверное, все магазины. Начала с центра, была в Засвияжье, была в Новом Городе. И в итоге самое оптимальное по выбору, по качеству и по цене это жених и невеста. Мою модель я видела еще в одном магазине, в Мираже, но там она дороже. В Новом Городе есть неплохой тоже салон, но цены видно, что завышены. Мой совет, конечно, лучше объездить все, чтобы убедиться и чтобы вы уже ехали в этот магазин к своему платью на крыльях уже и жаждали скорее его взять, потому что у вас будет выбор, у вас будет уже насмотренность. В процессе примерки вы либо подтверждаете свою модель, которую вы выбираете, либо можете переметнуться на другое. Походить, конечно, нужно. Потратила несколько дней на то, чтобы все это объездить, посмотреть. Зато сейчас я точно знаю, что я выбираю лучшее платье для своего случая. Ну что, ребята, настал мой долгожданный момент. Здесь у меня я делала укол в сустав, поэтому немножечко некрасиво так выглядит, но представляем, как будто ничего нет. И у меня здесь просто красивое декольте. Я выбрала из украшений, остановилась на цепочке белой золоти. Вот эта подвеска с жемчугом точно такая же у меня здесь вариация в ушах. Ободочек под жемчуг. И сзади, сейчас я, конечно, сделала это просто как наметка. И сзади у меня, если вам будет видно, две шпилечки жемчужные. Сегодня я просто сделаю локоны, и с волосами у меня решится на днях, если я сделаю себе карвинг на крупные локоны, чтобы я уже в отпуске не тратила время на укладку. Плюс у меня здесь будет и объем, и локоны постоянно, и мне будет их легче там при такой влажности сделать себе прическу. Из украшений здесь наверху у меня все. Будет только помолвочное кольцо и, естественно, обручальное. И еще у меня здесь вот такая красивая композиция, слепила из того, что было. У меня здесь жемчужный браслет и колечко из жемчуг. Я прямо вот так вам покажу. Вот такая красота. Это в основном для фото. Ходить будет неудобно особо. Главное не потерять мне. Но для фотографии самое то. Вышло мне это платье в 16 тысяч рублей. Всего лишь такая красота. Это мне сделали с учетом скидок. В 800 рублей мы подгибали первую вот эту белую ткань, а верхний шлейф мы специально так оставляли для красоты. Мне очень нравится. Как вам? Там все, конечно, мы завязываем. Будет красиво. Уже представляю, как я буду идти. Надеюсь, я не упаду. Главное не наступать назад, потому что там все-таки у меня есть шлейф. Все, девочки и мальчики, заканчиваю свой влог с подбором платья. Надеюсь, вам было интересно и, конечно же, полезно. Пишите ваши комментарии. Желаю вам отличной подготовки к свадьбе. Легкой, непринужденной. И всего самого лучшего. Пока-пока и до новых встреч.